Всем привет. Ну вот я снова на пляже Бетцет. Так мне понравилось позавчера, что я решил поездить еще. Сейчас из-за этих всех карантинов гребаных времени стало больше. Надо же как-то его полезно и эффективно использовать. И думаю, что ездить еще можно будет сюда довольно долго. Недельки две точно. Это как минимум. Потому что тепло и хорошо, и самое то. И не жарко, и замечательно. Я прекрасно помню, как вот, где-то 12 назад, к моему одному приятелю по спортивному залу приезжали друзья. И он мне говорит, Витя, не в службу, а в дружбу. У меня машины сейчас нет. Он про себя расскажет. Свози нас на море, ну и сам поплавать. Потом посидим там, в кафе, там, туда-сюда. Ну, в общем, я решил их свозить. Услужить человеку, помочь. В общем, и съездили мы тогда. В 2008 году примерно вот в эти же места. Где-то было число 10 ноября. И было точно так же в плане погоды. Тепло, хорошо и здорово. Хорошо покупались, хорошо провели время. И вот сейчас то же самое. Ну, раз такая вот ситуация, раз так много свободного времени, да. Такой вот мировой ситуации. Значит, надо это использовать для такого вот отдыха. Тем более, что спортзала сейчас нету. Надо как-то себя держать в тонусе. Вот там дальше есть два места, где есть спортивные снаряды. Надо на них тоже будет позаниматься потом. Вот там, на реке, на возвышенности. Вот такое вот море. Средиземное море людей. Совсем немного, потому что сегодня у нас, в принципе, будний день. Много людей сейчас не работает. Но, тем не менее, людей немного, это очень хорошо. Много людей не желательно. Я в субботу сюда не сунусь выходной, потому что толпы людей. Негде сумку даже поставить нормально. Нет, наверное, даже парковка почти вся забита. Не хочу даже проверять это на себе. А вот сейчас самое то. Спасательные службы работают. Кстати, не везде работают, не на каждом пляже. Но здесь вполне себе работают. Он там оглашает время от времени, куда отойти там. Куда не заплывать, куда не заходить. От времени оглашают то, что нужно тут тоже соблюдать дистанцию. Два метра. Так смешно, да? Тут соблюдать дистанцию два метра. Тут уже ветер. Какая нафиг дистанция два метра? Кому тут что мешать? Продувают постоянно. Какие-то дистанции. Вот видите, спасательная служба работает. Короче, вот такие вот дела. Надо как бы брать от жизни все, как говорится. Все, пожалуй, наверное, все. Все, пожалуй, наверное, все.